Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим шестую главу. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Такими словами апостол Павел начинает эту главу и говорит, что мы споспешники и Божьей благодати, нечетно, которая была принята нами. Далее цитирует здесь пророка Исаия, 49 главу. Что здесь нужно заметить? Павел говорит о себе, что он посланник Христа и что эта служба, его долг и слава. Вот греческое слово посланник пресбеутес. Пресбеутес. Но употребляется здесь как некий такой значительный доминант этого слова. Употребляется также в двух значениях, соответствующим двум значениям латинского слова легатус. То есть, другими словами, апостол Павел как бы говорит, я легат воинства. Мы знаем, что римские были легаты. Римские провинции делились на две группы. Одна из них управлялась непосредственно сенатом, другая находилась под управлением императора. И разделение проводилось по следующему принципу. «Провинции, в которых царил мир и было войско, управлялась сенатом. Но провинции, в которых происходили волнения и стояли войска, управлялись императором. Императорские провинции управлялись от имени императора, его представителями. Он назывался легатус пресбеутус». Итак, первое слово в этом значении обозначает человека, облеченного полномочиями императора. И здесь апостол Павел так как бы и говорит, что я, Павел, считаю себя облеченным полномочиями только не императора земного, а Иисуса Христа, царя небесного. И работаю ради церкви. Но есть еще одно интересное замечание, что пресбеутес и легат имеют еще более такое значение. Если римский сенат решил, что какую-то страну надо присоединить как провинцию, он посылал туда именно легата. То есть даже не одного, а посланников из числа сенаторов, которые вместе с военачальником устанавливали условия мира с побежденными границ новой провинции и прочие составляющие конституции, всякие административные вопросы. И по возвращению в Рим представляли все это на одобрение сенату. И на них возлагалась ответственность за то, чтобы ввести другие народы в Римскую империю. Таким образом, апостол Павел видит себя посланником, приносящим людям постановления Божие и условия, на которых они могут стать гражданами Царства Христова. Поэтому вот эти слова, которые здесь апостол Павел обращает к Коринфянам, о нем очень хорошо знакомы. По этому поводу пишет свидетель Анзлатоуст на слово, что поспешники, то есть спешим угодить Богу. Он пишет следующее, цитата. «Не будем говорить, Павел предавался беспечности, потому что Бог призывает нас и послал к нам посланников. Но потому-то и будем стараться угодить Богу и собирать духовные сокровища». Конец цитаты. Свидетель Василий Великий пишет по этому поводу следующее, цитата. «И призванные на место братьев Господних не должны оскорблять такую благодать Божию и изменять такому достоинству, не родением, а воле Божией, но более повиноваться тому же апостолу, который говорит, «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Ефесианам 5, 4. Конец цитаты. То есть мы видим, что свидетель Василий Великий здесь напоминает нам всем, что к какому званию мы призваны, в том нужно и оставаться. Но самое звание, которое есть у нас, это христианин. Поэтому пора уже не называться христианином, а все-таки им быть. И это разные вещи. Далее, как мы и с вами прочитали, «Ибо сказано во время благоприятной, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». То есть цитата из пророка Исаии, опять же, свидетель Василий Великий пишет об этом, следующая цитата. «Это век покаяния», к чему призывает здесь этой цитаты апостол Павел, цитиру пророка Исаию. «Это век покаяния, а тот будущий век, тот век воздаяния, этот делание, а тот оплаты, этот терпение, а тот утешение. ныне Бог помощник отвращающихся от злого пути, а тогда страшный и безошибочный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне мы наслаждаемся долготерпением Господа, а тогда познаем правосудие, когда восстанем. «Одни на вечные мучения, а другие для вечной жизни, и каждый получит по своим делам». Конец цитаты. То есть мы видим, что здесь святитель Иоанн Златоуста рассуждает и, смотрите, как завершает. Говорит, и за дела, и за слова, и за помышления, но завершает тем, что мы получим там по своим делам. Почему так? Почему не по словам и по помышлениям? Хотя это тоже судиться будет. Ответ простой. Он содержится в словах Господа нашего Иисуса Христа, который говорит о том, что горе человеку и горе миру от соблазнов, и горе тому человеку, который подает соблазн. Одно дело, когда человек подумал, это он согрешил против себя. Против себя. Блудным помыслом, прочими непотребствами блудными и развратными, и пьянством там, может, подумал, как ему напиться, усладиться. Но это все осталось в нем самом. А когда человек это сделал, то это еще увидели и люди. И он подал соблазн своим поведением. Поэтому Спаситель говорит горе миру от соблазнов. И то, и то будет судимо. Но второе страшнее. Поэтому вот здесь свидетель Василий Кисарийский так и заключает. Каждый получит по делам. Мы теперь, продолжает апостол Павел, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения. Видите? Здесь вот он подчеркивает эту мысль, о которой мы с вами и говорим, о которой апостол и начал рассуждать. Чтобы никому, ничем не полагать никакого притыкания. Но, продолжает дальше, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, и великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке. Интересное выражение здесь апостол Павел использует с оружием правды в правой и левой руке. Другими словами, он как бы говорит, опять же, известно для Коринфина, и для времен, для ведения войны, вот в то время, было особое искусство, когда человек мог управлять оружием, то, что называется, с двух рук. То есть, он мог двумя мечами орудовать одновременно одинаково. Поэтому здесь апостол Павел, перечисляя, и некие добродетели, чистоту, благоразумие, великодушие, говорит, что это не должно быть как-то только делая наполовину, одной рукой, а необходимо во всей полноте взяться за эти добродетели. Есть разные столкования на апостол Павел говорит в слове истины, в силе Божией, с оружием правды и в правой и левой руке. Вот, например, по этому поводу пишет Григорий Низкий, цитата, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и безчести. Так говорит апостол, с этим оружием человек с очищенным умом и понимающий истину вещей правильно совершает путь, проходя от рождения до конца жизни определенное ему время, не развращаясь с наслаждениями, не сокрушаясь трудностями, но, по обычаю путешественников, продвигаясь все дальше, мало обращает внимания на представляющиеся ему предметы. Ибо у путешественников обычаи одинаково спешить к цели путешествия. Проходят ли они лугами или засаженными полями или пустынными и дикими местами, неприятное их не раздражает, ни неприятное не останавливает. Так он будет неуклонно стремиться к предназначенной себе цели, не отвлекаясь ни на что, встречающаяся на пути, но взирая только на небо. Пройдет жизнь, подобно некому искусственному корчему, направляя ее корабль к высшей цели. Конец цитаты. Так рассуждает свидетель Григорий Низкий. Действительно, когда человек стремится к какой-либо цели, он стремится ее достичь. Едет человек, скажем, в паломническую поездку, много есть различных неудобств, есть какие-то препятствия, то вовремя машина не приехала, автобус или что-то сломалось, или у него всего лишь один рюкзак, и еды не хватает, можно остаться и без еды целый день, и прочие-прочие препятствия. Но он не отчаивается, не огорчается, потому что знает что? Знает, что к чему он идет, и чего он хочет достичь. Так говорит апостол и здесь. И так пишет об этом свидетель Григорий Низкий. Далее он продолжает, что в чести или даже в бесчестии, вот опять мышь себя, она продолжается здесь, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Действительно апостол Павел говорит, нас никто не знает, но мы узнаваемы. Кем узнаваемы? Это он как бы говорит здесь Каримской церкви. Вами, верующими людьми. И нас не знают, но мы узнаваемы. Также это можно и отнести к тому, что, как говорят, вот есть такая пословица, «попа и врагушки видно». Действительно, когда идет человек верующий, то его видно. По самой даже одежде некой, даже по самой манере, там вот как идти. Это как-то замечают верующие люди, замечают, вот это верующие, а это точно не верующие. Я помню, однажды мы со своей женой были в одном городе, в Краснодарском крае, гуляли там по набережной, и одна женщина подошла и говорит, «Батюшка, благословите». Я не батюшка. Ну, то есть, она увидела, что православный человек вроде с бородкой, подумала, ну, может быть, батюшка. То есть мы как бы видим друг друга, и ее видно. Даже если бы она не подходила и не спрашивала, видно. Она в платочке, в хорошей такой скромной ковочке, в юбке, видно, что православный вид человек. Поэтому и так говорит апостол Павел, что нас, мы неизвестны, но нас узнают. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. То, что здесь пишет апостол Павел, это, конечно, такая тема, на которой нужно остановиться, и часиков, ну, может быть, как минимум три-четыре посидеть и поразмышлять. Это фактически то, что пишет апостол Павел, встречается в множестве сочинений отцов церкви. Это и похвала, когда нас хвалят, научиться не принимать эту похвалу, а принимать только от Господа. Это когда нас и огорчают, нужно принимать и от Господа, и даже радоваться тому. Особенно если накануне вы сделали что-нибудь такое благоугодное, да, в своей жизни, сделали какой-то добродетель, скажем так, ждите сразу подзатыльник. Поэтому тот, кто уже, вот, как сказано, чувства ваши должны быть здесь навыком научены. Тот, кто вот уже испытывал, то не надо обольщаться, что если вы сделали действительно такое доброе дело, и это как-то коснулось и помощи в спасении человеческих душ, то здесь дьявол, конечно, не оставит вас в покое, и будет давать, да, нас не оставят в покое, будет всячески ставить и строить свои козни. И будут различные огорчения. Но апостол Павел пишет, что нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вот что надо делать при огорчениях. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Что значит нищие, но многим обогащаем? Как нищий может кого-то чем-то обогатить? Имеется в виду то, с чего начинает спаситель на горную проповедь. Блаженны нищие духом. Мы нищие. То есть мы видим, что без Бога мы ничто. Мы нищие, может быть, и в материальном смысле. Но чем мы можем обогатить? Словом Божьим. Словом Божьим. Как говорится у пророка, еще в Ветхом Завете, у пророка Амоса, что люди в последние времена будут искать не хлеб обычный, но правду. Вот эти слова, они очень актуальны, потому что сегодня мы настолько запутались в этих так называемых фейках, что просто уже не поймешь, а кому верить, кому нет, а где правда, а где ложь. А правда, она всегда только у Бога. Поэтому человек, который прилепился своим умом к Богу, к чтению Священного Писания, святоотеческого наследия, тот будет различать. Вот это что-то подозрительное, а вот это можно еще и поверить. Поэтому будем это помнить, что мы ничего не имеем, но многих можем обогатить. Чем? Правды Божьи, которые скоро будут искать. Мы ничего, опять же, говорит апостол, не имеем, но всем обладаем. Здесь не только о духовной стране. И вот кто-то из отцов, сейчас я посмотрю, я помню, что это я у кого-то читал, что всем обладаем. Это на 10 стих. Да, пожалуйста, это у Иеронима Стридонским пишет. Мы нищие, но многим обладаем. Святитель Анатолуста. Вот сначала цитата. Некоторые думают, что здесь говорится о духовном богатстве, а я сказал бы, что и о телесном. Ибо они, то есть апостолы, и ученики апостолов, и им обладали, то есть телесным богатством, имея неким чудным образом открытыми для себя все дома, обладающий многим не имеет ничего, а ничего не имеющим всем владеет. Однако, не только в этом, но и в других вещах часто одна противоположность производит другую. То есть апостол Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Действительно, как апостол его принимали, и он довольствовался малым. Вот об этом пишет, свидетель, об этом пишет Иероним Стридонский, святой. Довольствоваться необходимым. Краткая, емкая цитата. Говорит так. Тот человек, тот человек, ни в чем не нуждается, «Кто не ищет ничего сверх необходимого?» Это просто золотые слова. В рамочку, да, над дверью, выходя из дома, на работу, понимать, что ни в чем не нуждается тот, кто не ищет чего-то сверх необходимого. Как сказано, будем довольствоваться малым. Имеем пропитание, слава Богу. Имеем одежду, слава Богу. Имеем, что Господь что-то дал, слава Богу. Видим излишек какой-то. То посмотрим, сказано, как ты говоришь, что в тебе есть любовь Божия, когда ты видишь брата своего, нагого или голодного, или в недостаток какой, и говоришь ему, «Уйди, питайся и грейся. Мои дети тут уже спят, некогда мне тебе тут отворять и что-то там делать. Какой-то тебе добродетель оказывать, накормить или напоить, или рубашку дать. Вот в чем смысл христианской жизни. Любовь к Богу, любовь к ближнему. И быть довольным в том, что есть. А вот эта алчность, что вот у меня есть, но еще, есть еще, она приводит человека и делает его, в общем-то, ну, мягко говоря, несчастным в этой жизни. Как говорит об этом апостол Павел, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеком. А что означает это слово? Мы несчастнее всех человеком, если только в этой жизни надеемся на Христа. Потому что это языческое сознание. Господи, я вот пришел в храм, свечку поставил, везде молебны заказал, аж, как там, у некоторых есть такая даже привычка, пронеслись по 40 храмам во время Великого Поста и везде заказали молитвы, молебны. Теперь сижу и жду, где? Не работает? А, не работает. Вот оно, христианство. Опять обманули. Побежал к экстрасенсу или к какому-нибудь еще там, к колдуну. То есть, почему происходит такое состояние, человек ищет. Ищет того сверх чего-то еще. Не довольствуется тем, что у него есть. То есть, дело оказалось бы доброе дело, проехав там и помолился, но свое дело погубил и сам. Почему? А потому что любовь не ищет своего. Не радуется неправде, сорадуется истине. А он искал своего. Я тебе, Господи, дал, теперь там же сказано, что испытаете меня. Вот он это понял как-то по-своему. Поэтому апостол так и пишет. И свидетель, святой Иероний Стридонский. Это подтверждает, что тот человек ни в чем не нуждается, кто не ищет ничего сверхнеобходимого. И далее 12 стих. Да, уста наше отверстие, одиннадцатый к вам, коринфяне, сердце наше, расширено. Здесь апостол Павел, как любящий свою общину, которую он создал, он так, вот, свидетель, он затоуст это даже называет и видит в этом некий щадящий упрек. Он пишет так. Смотри, как он, щадя их в порицании, щадит их в порицании. А это свойственность сильно любящим. Не сказал, вы не любите нас или не в таком же мере любите, ибо не хочет сильно упрекать их. И, перечитывая его послание, всюду можно увидеть, как он любит верующих. Конец стат. Далее апостол Павел пишет следующее. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Вот это такой аккуратный упрек, он начинает его с одиннадцатого. Уста ваши отверзны к нам, каримфицыне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Он их здесь опять аккуратно, аккуратно их так упрекает за их невеликодушие. То есть нежелание, теснота такая, некое давлеющее у них состояние внутри. которое неспособно расшириться до братолюбия. И далее. 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Вот «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными» в книге «Левит» и в книге «Второзаконие» есть такие слова, где говорится о том, что «не паши на воле и осле одновременно». Очень интересное и образное понятие. «Нельзя запрягать в одну упряжку вола и осла. Это будет хромание на обе ноги. И никакого толку от такого работы не будет. Все будет сикс-накс. Так и здесь. Не преклоняйтесь, говорит, под чужое ермо с неверными. Не будьте никому ничем должны, как говорит апостол Павел, кроме взаимной любви». Вспомним про отца нашего, патриарха Авраама. Помните ведь, когда вышел ему навстречу Милоксиседеку, когда он там освободил племянника своего лота, и вышел царь Содомский и Гоморский с хлебами про образ и вином про образ Святой Евхаристии. От него он все принимает и ему дает воздаяние. Десятую часть. Когда же царь Содомский и Гоморский решил, в общем-то, ему справедливую контрибуцию даже отплатить, что он его освободил, что сказал Авраам? «Даже нитки не возьму с обуви твоей, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня». Как важно не попасть под зависимость. Вот в эту упряжку, как здесь говорит, не прикасайтесь, не преклоняйтесь под чужое ермо. А вспомним царя Давида, когда он был еще молодой. Помните? Когда он пришел против Голиафа воевать. Что там, Саул? Он посмотрел, сказал, «Ха-ха-ха, мальчик против такого Голиафа пришел». Ну, одень хотя бы доспехи. Он его нарядил в эти доспехи, и что там написано? Коленки Давида затряслись, потому что доспехи были настолько тяжелые, что он зашатался и выглядел неуклюже и как ненормальный воин, потому что что взял не свое вооружение. Он потом взял прощу, чем привык воевать, камень, который есть прообраз Христа, и поразил этого Голиафа. Очень хорошая еще одна подсказка. Не стоит в проповеди Слово Божие, может быть, даже в наших учебных процессах, не боюсь этого слова, подклоняться вместе с неверными под одно и то же ярмо. Стараться наши методики преподавания, наших, может быть, даже духовных школах, как-то соотносить с веком Духа сего и с миром века сего. Что-то, конечно, полезное, несомненно, может быть, но надо быть очень внимательными и аккуратными, чтобы не попасть под зависимость. Под зависимость, как здесь говорит, не преклоняйтесь, да, под чужое ярмо. Чтобы не получилось у нас вот этой упряжки осла и вала, которая в некой степени прослеживается, к сожалению, но будем думать, что Слово Божие и Господь нас будет вразумлять. Какое согласие бегает между Христом и Эвелиаром или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. «Какая у нас честь? Какая у нас слава? Бог желает вселиться в нас и ходить в нас, чтобы Он был нашим Богом, а мы Его народом. Чем пренебрегаем? И в угоду чему, если стремимся совместить несовместимое, как-то прогнуться под этот мир, под это ярмо этого мира? Надо быть очень внимательным. Всегда некоторые говорят, ну здесь, ну а как же так, миссионерская открытость и прочее. Большую часть своей жизни занимаюсь миссионерским служением. И скажу, что и молодежь, и много ездил по, и Ассоциации Витязи, не даст мне никто соврать, посмотрите, да, чем занимался и занимается. Ассоциация Витязь будет 10 лет, это молодежная организация с 12 до 18 лет. Сахалин, берег притяжения, я уж не помню, не один десяток лет ездил туда подряд молодежные лагеря. Как только начинает, там, там у меня был час православия, как только звучит действительно неповрежденный, неперемешанный ни с чем Слово Божие, насколько это возможно, ярко Слово Божие, но четкое, без всяких компромиссов, сколько этих историй покаянных и среди молодежи, и которые некрещеные были, и крестились, и в Охотском море крестили, и в реке Киржач, ассоциация Витязь, собираясь в Владимирской области. Но как только начинается, сам по себе замечал, и свою ошибку готов ее и признаю, и говорю о ней, чтобы не ошибались другие. Как начинается какое-то заигрывание, два прихлопа, три притопа, давайте тут с вами мультики сейчас посмотрим и там попробуем из них подчеркнуть какую-то глубину Ивановской истины. Все. Упряжка, осла и вала. И никакого толку не было. Проповедь, она не может быть разбавлена. Это соль. Скажешь, а если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Если мы будем преломлять Слово Божие, как-то прогибать его, приспосабливать, потеряется сила самой проповеди. Так и пишет апостол. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое согласие верного с неверными различными методиками, если хотите? И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, цитирует здесь пророка, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь, Вседержитель. Не означает, снова повторю, что надо выйти с этим миром, никак не сообщаться, никак не осаливать его. В этом и есть предназначение церкви. Но это говорится для нас. Это говорится и для коринфян, как внутрь их церковной общины. Чтобы внутри мы не делали этой попытки совместить несовместимы. Как и предупреждает апостол Павел в послании к римлянам. Помните ведь? 19 глава, 19 стих. Не сообразуйтесь веком сим. Повторяю эти слова часто, но они очень отрезвляющие. Не сообразуйтесь веком сим. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы, христиане, имея божественные откровения, имея самого Иисуса Христа, сидящего одесную Бога Отца, не нуждаемся ни в чем. По сути, только верующие люди их можно назвать самодостаточными, верующими во Христа, потому что они знают, откуда они этот достаток черпают, а этот достаток жизнь вечная. Кто во Христе, помните предыдущую главу, тут новое творение, прежнее прошло тебе все, теперь все новое. Может быть, весь этот налет, который есть, и желание запречь осла и вала в одно ярмо, я думаю, что это наше недопокаянное состояние. Мы так стараемся сесть на двух стульях, но надо предупредить человека, который делает эту попытку, это очень опасно. Можно упасть и удариться одним местом не очень приятно. Поэтому будем помнить слова апостола Павла. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok